Виктория Тупелейкина рассказывает, очень переживает за своих родителей, которые не могут привиться из-за ограничений по здоровью. При этом дочь студентка. В сентябре будет много ездить в общественном транспорте, активно общаться со сверстниками и преподавателями, а значит, может стать носителем вируса. Чтобы сберечь здоровье родителей и свое собственное, Виктория с дочкой решили привиться. Мы решили привиться всей семьей. Муж у нас привился, мой муж, еще в марте. А мы с дочкой решили сейчас. Все-таки каждый человек должен быть ответственен за себя, за свою семью и за тех, кто рядом. Я считаю, что это необходимая мера по борьбе с этим вирусом. И необходимо вакцинироваться, чтобы не было тяжелых случаев. Мои друзья, знакомые, одногруппники, студенты тоже вакцинировались. И все прошло хорошо. По словам медиков, в последнее время желающих сделать прививку стало больше. С начала вакцинации в 10-й больнице привили 11 тысяч человек. Серьезных осложнений ни у кого не было. Сейчас, когда ожидается третья волна, важно подумать о своем здоровье. Те, которые уже, так скажем, за 50, имеющие хронические заболевания, в особенности сахарный диабет, они тяжело переносили эту форму, которая уже прошла. И мы со страхом думаем, насколько, как они будут поддержаны второй. Поэтому просим тех людей, которые переболели более полгода назад, в особенности те, которые имеют в анамнезе сахарный диабет. Это не противопоказание, это показания, чтобы прийти и привиться в первых рядах. Вакцинация активно проходит по всей области. В Кенеле на базе детского сада прививают не только сотрудников, но и родителей, чьи дети ходят в учреждения. Прививаются не только сотрудники нашего детского сада, но и сотрудники близлежащих дошкольных образовательных учреждений, и не только дошкольных образовательных других учреждений, и наши родители. Конечно, все относятся положительно к вакцинации, так как ситуация в стране такая, она требует этого, и работа наша требует. Записаться на прививку может любой желающий. Для этого достаточно позвонить по номеру 122 или обратиться в поликлинику по месту жительства. Кроме того, в Самаре работают три круглосуточных кабинета на базе 4-й, 6-й и 10-й городских больниц. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Виктория Шарая, События.